господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 641 события дня лука 21 8 он сказал берегитесь чтобы вас не вели заблуждение ибо многие придут под именем моим говоря что это я это время близко не ходите вслед их владимир будь светом так называется но мне это не по зубам я влюбчивый это на стихотворение мое я женщина всем благодарен и в досталь как одна тоже была в друзьях просилась я ее принял на стихотворение это дал так она прям бесноваться начала я язычница вы мне про христиан говорите это еврейская вера это маньяк соломон там ну и проще стала оскорблять всячески вот хорошую веру нашли только одно напоминание христе и приводит в бешенство а что будет на суде когда он явится это я уже жития киприяна карфагенского и устины говорю я пожалуюсь на вас руководству наши ресурсы вас закрою ничего там нету стихотворение ушли 10 назад написаны никак не ожидал первый раз я говорю о том как женщине относился как было еще и за дело но как правило это касается и чистоты свет делающие добро идет к свету делающие злое ненавидит свет и не идет к свету чтобы не обнаружили из дела его прямо не совершенно не ожидал неистовство такое женщина показала только на одно стихотворение арахиль за едулина на это же стихотворение во избранник божий от рождения слава христу юрий соболев спаси христос благодарю за сильное назидание дай аминь сказать по прочтении по молись о господу христу дабы не быть и впредь уловлены все эти сии но это об этом же стихотворение андрей александров одно из лучших произведений на эту тему андрей ложкин мир вам игнатий тихонович и божие благословения вам благодарю вас за стихи наверное еще мне расти и расти надо чтобы понять всю мудрость этих стихов и что в ней заложено некоторые может быть и не смотрели стихотворение это не слышали я сейчас его еще раз надо покажу столько отзывов вот он 1 коринфянам 7 1 но сами прочитайте его тормозните и прочитайте потом дальше вот она это стихотворение там еще были ну разное значит она живое стихотворение трогай мы сравните с теми где предпишут про женщину любой писатель пушкин там везде смотрите я женщину всем благодарен и в досталь которая мимо меня не заметив прошли взвинули лишь коса змеи струили щекосы заново и в них не вошел и нечего то вырошить вот так какие ответы михаил кальмаев все верно и гнатий тихонович слава богу что из православных вы единственный кто видит как культ богородицы заслонил и отодвинул иисуса христа на второй план а ведь все эти праздники основаны на апокрифах церковь отвергла эти писания основаны на человеческих выдумках и однако же они проникли в церковь через такие вот праздники как успение или введение эта ложь проникла в церковь и как же так получилось что те которые должны были следить за тем чтобы учение христова не подвергалась подменам извращением допустили такое как все это печально видеть до какой же степени избратили православие и продолжают это делать мы вчера с утра пошли проверять там капкан был поставлен поймалась большая выдра как называют адатра американская водяная крыса мы засняли еще темновато было занесли на веранду и шарика подвели шарик бросился прям буквально за секунду и и задавил вот удивительно я думал она его укусит нет ну и когда расцветало роман в городе был малыша володя пошел ему там что-то делать колоть дрова еще никита в этот день пас целый день а мы сергеем и горы чем игнатовым пошли на пруды на первый-второй мостик и на шлюз вон там не было хотел просить чтобы алексей паралюша повел повез но пешком сходили сходили ну и нужно сказать неплохо сходили посмотрели весь день тут меня приспособили вчера солили огурцы в надежде васильной пришлось возиться с огурцами вот так на зиму готовят и наши ресурсы посмотреть еще раз вот я люблю этот ресурс мой мир ну чтобы кто желает тут можно писать сегодня выставили ролики все ты будь скала здесь здесь посиди тут вот сюда перенесли это вот как раз игнатов и приехал интересно сообщение сообщение с рад уже два одни тоже написали от александр марьясов написал вот мир вам игнатий тихонович сегодня брат александр андрусенко выстрел ролик об апостольской преемственности если возможно прокомментируете спаси христос апостольская преемственность ну и дальше только нажать надо у тебя и нажму сейчас тогда будет видно чтобы вот у у кого есть апостольская преемственность вот он там доказывает и не нужно и прочее еще могу на это сказать заходите нашей книги к истинному православию о церкви и о священстве там все сказано вот полностью на преемственность какая кто от кого рукоположен был это полный об список епископов дает владимир русак вот его зарядите там православной кажется церкви так или илариона у него есть вне церкви нет спасения епископ это секретарь патриарха тихона был просто зарядите книги эти есть это еретики сейчас буквально бьются о том доказать преемственность никакой роли не играет и то есть узаконить свое безумие ну нет ничего дух святой не сходит сходят демоны сходят подражают всему и никогда это не было их называли безголовые то есть голова это епископы считайте послание игнатия епископа антиохии богоносца первый век это тот младенец который христос брал на руки что на это можно сказать вот сейчас бьются что библию переведена неправильно нашли в ней ошибку а теперь пишут тысячи ошибок ну чего я могу сказать доказывать ну давайте как докажешь что он не верит в это это неправильно еврейское слово не так в оригинале не так ну тебе дано так и верю успокойся когда умрешь узнаешь как конфуций говорил умрете узнаете что тебе буду доказывать тебе не не дано в это верить значит оставайся с тем что тебе дано с иритиками я знаю если рукоположение прервано ничего дальше нет ни таинства ничего нету это не церковь это ересь никакой динаминации никакой конфессии нет этих слов этими словами сатана прикрыл слово ересь и вот здесь они на деле хламиды какой-то фильм ставит кто-то доказывает что-то одно и то же пожалуйста верьте как поверится вам вот теперь я возвращаюсь снова александр андрусенко пишет вот пишет так мир вам и гнати тихонович есть ли у вас ссылки на документы которые бы опровергали то о чем говорится в этом ролике то есть тот же самый ролик если есть хорошо бы их от вас получить а еще лучше если бы вы сделали ролик опровергающий то о чем говорит автор этого ролика дорогой александр вот таких посланий как создать сообщений мне в день по несколько дают и фильмы иные три часа я бы давал по кадрам теперь сидел я даже вот это вам ответить времени нету ну нету веры на это нет дорогой поверь это любой еретик теперь может сам себя оправдать а докажи мне а что ты ему докажешь то ничего нельзя доказать это спор возникает а я сейчас буду спорить я говорю материал зайдите на наш сайт я сейчас буду говорить дальше к истину православию книга моя я собирал материал на него 40 лет там все сказано а вот документы такие для книги некоторые недоступны иных нет на которые ссылается я их даже в глаза не видел что я могу доказать я их не видел даже эти книги а написано и позже он сказал он сказать то сказал ну и что сказал вопреки писания а он да и святые ошибались это не принято учение церкви без рукоположения нет епископата нет священства нет литургии нет таинства нет тела и крови христова нет истинного крещения все остальные таинства вещания ничего не значат ну и что дальше я буду доказывать я один этот ролик если доказать по порядку я должен сейчас все оставить и года два сидеть все эти книги найти на которые ссылается да если там какая страница о чем он сказал еще буду доказывать библия говорит об этом вне церкви нет спасения это уже доказано 247 как ежедневно прилагал спасаемых церкви зачем прилагать то а какой связь имеет баппизм с православием никакой на какую связь имеют по порядку адвентист седьмого дня с католиками никакой они их ненавидят и считают от сатаны так что ничего не не могу я ответить при всем желании при том а то ответить даже на один вопрос не ответишь он накрутил здесь вот доказывает допустим перевод библии не так мы еще четыре духовной академии переводили канонизированные святые там переводчики по к вольцам давид аврамович еврей православные герасим петрович павский с ними даже александр менять себя не сравнивал даже близко а сегодняшние там несколько слов знает по словарю и это тоже доказываю а теперь докажи что христос истины его родословную мне тоже показывает это жидовская вера еще и могу доказать вчера только мне накидали этих это его выбор он избрал и вам желаю быть православным всем кто вопросы задает православным не мудрствовать занимайтесь своей душой своей семьей своей работой не тратить зря время она быстро уходит все что говорится о рукоположении признавали все святые отцы до единого до единого самый правильный выход это потерявшие священство старообрядцы через 180 лет кажется они искали искали и нашли кто бы им рукоположил нашли олимпия он рукоположил им а в россии а теперь он уложил павла олимпия два епископа дальше пошла родословная это старообрядцы белокреницкой иерархии арогорское кладбище арогорский поселок в москве обратитесь к ним они так что как герман стерликов там неправильно тут неправильно все неправильно но он знает одного епископа но тоже епископа правильно рукоположил но никому не скажет то есть хлеб чтобы продавать по 500 рублей булочку одну булку как он знает нужно пшеницу самому сеять посел они из того зерна не на том поле соль оказывается не такая берете ее уже не тот хлеб будет нет надо только из шахты кубиками а где добывает он не скажет ну вот это все многое спрятано многое уничтожено вот допустим написано и назареем наречется евангелие от мотфея читайте первая глава нигде этого нет у пророков у многих или у двух по крайней мере нет этих пророков златоуз говорит и не ищи нету уничтожили потеряли в пленении так и здесь через две тысячи лет начинают ну охота узаконить свой еретизм узаканивая но он еретически так и останется можно генералов наставить материи нашли погоны прилепить звездочки но не будет это генерал нет самозванцы вот и весь ответ вот теперь что я могу им сказать теперь у нас есть ленточный православный форум еще 600 тем здесь тоже все можно оспаривать но по 250 270 человек ежедневно к нам приходит канал вот это видео канал называется открытым оком во свете библии сегодня я выставил 10 роликов посмотреть пожалуйста зайдите посмотрите ознакомлены с нашей жизнью ничего особенного нет за 1 час 79 просмотров вопросов пришедшему к нам гости с украина сергею ну и во свете библии православный библейский сайт вот он здесь здесь вот есть кисельного православия вот кисельного православия книга моя вот я его нажал ну и здесь смотрите вот о священстве страница 87 и о церкви 98 98 все здесь сказано все абсолютно и о священстве вот я на те нажимаю на него священстве сразу открывается тема вот пожалуйста вот и священство есть таинство в котором дух святой правильно избранного через рукоположение смятительское епископское поставляет совершает таинство и пасти стада христова и по порядку тоже что священник игнатий богоносец кто говорит вот я продвигаю вы тормозните и дальше прочитайте а вам нельзя считать здесь ну еще тут не сделаешь ну надо просто открыть я показываю смотрите какой большой материал все уже доказано надо исполнять подчиняться и от церкви вот а церкви когда она будет называться церковь они с бродом еретиков сборищем нечестивых вот можно прильнуть к любому или дома сидеть один разницы нет ни церкви и ларион троицкий об этом говорит вне церкви нет спасения подробно книга целая вот церковь апостольское предание подлинное вот все святые отцы вот курсивом жирное это из священного писания библии вот пишет кто игнатий богоносец ничего не делайте без епископов и пресвитеров не думайте чтобы вышло что-либо похвальное у вас если будете эти делать сами по себе делающий что-либо без епископа служить дьяволу кто будет посчитать себя больше епископа тот пропал совершенно вне церкви не может быть и учения христианского не только христианской жизни только в церкви есть чистая вера киприян карпагенский то есть это надо все побоку а вот теперь рот разинуть и слушать что еретик положит ну смешно даже живите свято и святость к вам будет преклоняться не надо жить в грехах человек у которого есть страх божий куда же на церковь поедет церковь корабль как серафим саровский говорит на дощечке думаешь переплывать то церковь то буря кащает слева направо вперед и назад и дальше это все о церкви вот материал даю о церкви вот сколько много я буду что-то добиваю добирать все данные здесь даны заходи смотри это все смотри какой огромный материал дальше уже апосте ничего не в не могу добавить повторяю это в нашей книге к истинному православию священстве страница 87 и о церкви 98 вот он нашего свете библии сайт заходите просто зарядите православный библейский сайт игнатий лапкин все здесь что надо но и тут вопросы ответы самые ценные мы сегодня уже много прошло времени тут за дальше не буду считаю что на сегодня бы хватит сейчас посмотрю один вопрос можно было бы осветить о войне сейчас я выставляю ролики о войне вопрос 2830 14 том открытым оком физики пишут что в малых городах россии идут эксперименты над людьми с помощью специальных генераторов работающих на основе электромагнитных излучений и торсионных полей эти генераторы могут внушить людям любую мысль люди живущие в этих городах даже не подозревают об этом как защититься от таких воздействий это вопрос мне задают а я стою в университете за кафедрой университет большой 22 тысячи студентов ответ это я отвечаю не видел эти генераторы не знаю если они поэтому рассуждали чисто гипотетически он может меня поразить сгустить кровь отключить сердце но мысль идет от сердца и от души бессмертной для которой вся эта метафизика есть не что какой мой ответ здесь 1 коринфян 2 11 ибо кто из человеков знает что в человеке кроме духа человеческого живущего в нем так и божьего никто не знает кроме духа божия иона был в очевидении это не смешало его мысли иона желудочного сока не погиб и электроволны биотоки зверя не смутили его душу иона 2 2 и молился иона господу богу своему и шрева кита отроки же были в раскаленной печи их мысли были подвластны только им и угодны богу и встава заре молился открыл уста говорил среди огня и возгласил даниила 3 25 дьявол сильнее всех генераторов но и он не сможет сбить с молитвы когда мы молимся напряженно но стоит только отвлечься от молитвы то дьявол и генератор скочат на человека как сказано в житии лариона великого японцы давно это поняли выключать все электрическое советует хотя бы на один день в неделю вот интересные японцы доходят до всего до этого почему нашим то под темечкой не войдет мысль псалом 8 38 4 воспламенилось сердце мое во мне в мыслях моих возгорелся огонь я стал говорить языком моим третий ездры был я в вавилоне смущался лежа на постели моей и помышления входи восходили на сердце мое а если бы тут были генераторы то разве они могли бы изменить настрой пророческих мыслей и устремлений так что не верьте в генераторы на верующих это совершенно не действует и все колдуны и гимнатизеры солома в вихре перед лицом божьим дальше написал стихотворение в электросварке варится железо слепя сверкания всполохами света на все нам электричество полезно чуть прикоснись к нему ему уже отпеты его открытие и что затем пришло не поддается описанию в книгах она все бывшая подвинула на слом на всех свое накидывая иго разнообразие света холода и жара движение вращения молекул и частиц все от него божественного дара и в рыки зверей в полете птиц компьютер телефон и телевизор и сдохнуть без него металлогруда свидание без моторов нам не сблизить без двигателей на незримом чуде и в сердце биотоки и в любви в ненависти и в могильном тленье то в молнии ее страшащий вид то оплавляет при зачатии клеммы от электричества и в келье не спастись оно искрится в мантии монаха в нем смерти жала эликсира жизнь висели в нем не менее чем страха изобретатели с ума сошли на нем изобретая чип на куполе подсветки работает ночами как и днем стул электрический под заднице нередко кладовая в магнитной оболочке вращения рамочки обмоток неприглядных салютами по нервам нам полощит и в проводах оборванных проклятия самый югова свет неизреченный сын человеческий как молнии грядет на биотоках строится лечение а кафе строится и за электроток 2 ноября 2005 года вот так на этом сегодня довольно